Огонь начал распространяться с угла, с той улицы, с угла, и пошёл сюда. И так как ветер дул в разные стороны, менял направление, но тем не менее целый квадрат выгорел, и перебросился через дорогу, и там через дорогу перешёл. Вот это вот всё сгорело. Спустя три месяца остались только воспоминания от майской трагедии. Пока полыхающий огонь уничтожал всё на своём пути, людям казалось, что со своей бедой в далёком от центра области посёлки они останутся наедине. Женщины спасали имущество, мужчины боролись со стихией. 15 человек тогда остались без крыш над головой. Я вот что смогла, вот вытащила, а вот, конечно, вот и вся бытовая техника, и камеры, и холодильники, плиты там, ну, всё, всё сгорело. Самые пессимистичные настроения развеялись, когда со всего региона в Нижний Элимский район направляли гуманитарную помощь и рабочие руки. От областного правительства люди получили материальную помощь. Сейчас все жители Дальнего обеспечены комфортным жильём из муниципального фонда и уже обустраивают свои новые участки. Так как люди занимаются промыслом, охота, рыбалка, то, конечно, жизненно необходимо делать ледник, чтобы сохранить продукцию. И вот хозяин придумал такой способ, ёмкость углубил, сейчас сделает здесь выход, и всё это засыпется, и будет сохраняться, всё будет свежее. От имени главы региона Игоря Кобзева жителям посёлка вручили благодарственные письма за самоотверженный труд и помощь в ликвидации последствий пожара. Локально отработаны ремонты по электросетевому хозяйству, обеспечена пожарная безопасность посёлка, это противопожарные полосы вокруг всего населённого пункта, которые позволят в случае пожара обеспечить безопасность жителей. Игорь Кобзев отметил также работу сотрудников регионального управления МЧС и администрации Нижнелимского района во время чрезвычайной ситуации. Троих наградили знаком отличия за честь и мужество, остальные получили благодарственные письма.